здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем юбочку спицами из шерстяной пряжи насочной просто потому что она у меня есть мне ее дали вот такая вот пряжа но это опять же из той серии которую я вам говорила мне прислали на пробу от другой чешской фирмы чешского производителя вот просто вам покажу 420 метров 100 граммах 75 процентов шерсть и 25 процентов полиамид то есть в моем случае это будет зимняя юбочка вот возможно я еще там внизу вставлю еще какие-то цвета потому что у меня всего один моток но это я вам так рассказываю потому что я делаю из того что есть вот так первым делом что хочу сказать объяснять буду в общем на любой размер поэтому привязки на пряжи нет сначала вы меряйте обхват бедер вот вот модель самая простая не будет никаких убавок ничего модель самая простая классическая карандаш да значит сначала мы меряем обхват бедер и набираем количество петель на обхват бедер если будете вязать этим узором который я вам представляю в данной модели то в число петель должно обязательно быть кратно 19 вот у меня 190 петель пояс предыдущем видео либо ссылка будет под видео в описании как связать поезд и уже пояс и у меня уже здесь вставлена резинка видеть вот и теперь когда вы связали пояс по тогда вы либо вы вяжете чулочной гладью вот чулочной гладью чтобы прикрыть трусики да но я не буду потому что у меня зимний вариант полагается что там будут колготки либо лосинчики ну что-то там будет поэтому трусики прятать нам не нужно вот я сразу перехожу к узору узор на самом деле очень простой и потом уже в процессе он внизу там не требуется никакой особой обработки вот после этого узора первый ряд я вяжу по кругу у меня количество петель 190 первый ряд вяжу по 2 вместе 1 2 2 петли вместе провязываем 3 4 5 6 далее 1 лицевая накид лицевая накид лицевая накид лицевая накид лицевая всего должно быть 6 накидов проверяем 1 2 3 4 5 6 все правильно и лицевая далее снова 6 раз по 2 вместе и далее снова 6 накидов между лицевыми значит лицевая накид лицевая накид то здесь у нас 7 петель лицевых и между ними накиды вот я уже сбилась со счета буду проверять и по сути до конца ряда мы вяжем таким вот образом 1 2 3 4 5 6 вот прекрасно далее повторяю снова 6 раз по 2 вместе и так я про провязала круг видите вот мои две вместе здесь можно нацепить маркер но он будет перемещаться очень внимательно вернее вернее может даже и нужно давайте чтобы обозначить конец ряда чтоб потом не путаться теперь мы просто 3 ли так рукавы вяжем лицевыми петлями вот образовый переда и так вот смотрите я провязала 3 ряда теперь что очень важно так как мы вяжем в круговую этот узор он нет четкой грани до конца ряда потому что каждый раз мы будем забирать эти петли вот отсюда вот я 3 петли не не довязала зря я сняла то есть маркер чтобы было понятно маркер у меня стоял вот здесь вот теперь я его перемещаю на 3 петли вправо это в третьем ряду которые мы вяжем лицевыми петлями и отсюда вот когда я переместила на 3 петли вправо я начинаю вывязывать узор как в первом ряду то есть 1 2 3 4 5 6 вот они 6 петель точно так же как и здесь а здесь снова наши 7 лицевые и по накиду между ними 1 2 3 4 5 6 проверяю накиды 1 2 3 4 5 6 все правильно и далее 6 петель по 2 вместе видите вот эти накиды как бы по одному у нас уходят в эти две вместе поэтому в начале ряда только в том ряду где мы вяжем вывязываем узор мы доходим до маркера перемещаем на 3 петли вправо и начинаем вывязывать наш узор так девчонки продолжаем вот смотрите сколько я провязала все таки я решила знаете не делать полосы почему-то изначально я думал что мне придется делать полосы на самом деле у меня вот ушло ушел один лоток и больше я не хочу пока разложится разутюжиться и будет длиннее сейчас сейчас я вам скажу сколько в данный момент у меня длина около 40 сантиметров и я думаю 5 сантиметров там еще добавится в процессе обработки вот для заканчика как бы для финала что я сделаю я сейчас а не все таки мне нужно хотела снять но передо так один ряд я буду вязать изнаночными петлями один ряд лицевыми ряд изнаночными ряд лицевыми то есть я я для края сделаю платочную вязку несколько рядов сейчас я вижу ряд изнаночную и буду чередовать до маркера изнаночными потом лицевыми изнаночными вот такой где-то кантик я свяжу платочной вязкой девчонки я провязала 7 рядов всего платочной вязкой сейчас все петли закрою и намочу разложу юбочку сама волна внизу получится за счет вот этого узора так что делать ничего не надо остается только закрыть петли и влажно-тепловая обработка в зависимости от вашей пряжи вот такая девчонки юбчонка получается я ее кстати не гладила пока я ее только намочила разложила вот какой узор конечно же нужна подкладка сто процентов под этот узор вот сама юбочка вот такая можно она у меня до колена видите выше корень не до колена выше колена вот связать ее можно и длинную и короче совсем короткую пояс у нас такой все девчонки на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока-пока а